Сам вопрос задать, а потом тут у вас в чате будем читать и спрашивать у вас. Вчера, кажется, вышел ролик у старообрядцев. И, кажется, митрополит Киркорнилий, он выяснилось, что он читает ваши книги. И он очень хорошо о вас отзывается. Вы наверняка смотрели эту беседу. И с чем вы согласны с митрополитом Киркорнилием, старообрядческим? И с чем вы не согласны? Хотелось бы узнать у вас. Он немного говорил. Он больше говорил о Семенове Михаиле, епископ такой пришел. Это был экстраординарный профессор официальной церкви. И он перешел в старообрядчество. И какие он муки у них там принял, он это ничего тут не говорит. Избитый был, он даже не мог причаститься. Они его преследовали, свои, там, Карабинович, он поминает и говорит, вот как надо было. Так что, про меня-то он меньше всего говорил. Книги были люди, говорит, вот Иглая, Игнатий Лапкин, больше-то ничего и не было. Я прослушал от корки до корки. Ну и поэтому что говорить? Я знаю старообрядчество, потому что это наше гнездо. Ну и он расположен. Так вот сказать, согласен, не согласен. Он говорил об епископе, которого я очень хорошо знал. Старообрядческий журнал был такой. И я его там размножал. И вот как он что претерпел у них, и какие я говорил проповеди, это мне все знакомо было. И то, что он относится к нему так, ну не потому, что он старообрядец пришел-то, а вообще его мысль касается с детьми и прощения. Это хорошо, это плюс. А отрицательного-то ничего и не было. Он говорил о нем все. Перед ним вышла книжечка, там сколько там, седьмая или какая. Фамилия его Семенов. Этого Михаила. Ну он больше-то ничего не говорил. Со всем, что он говорил, я согласен. Я поговорю про епископа Михаила. Канадского. В Канаду его отправили. Семенов, фамилия. Ну вот и все. Сказать больше мне нечего. Только хорошее положительное, что он брал из... И я это давно уже знал, и с этим был согласен. Все. Да, спаси Христос. Вот брат Андрей Миллер задает вам вопрос. Как относиться к 23 февраля, День Красной Армии? Да никак. И что отвечать на поздравления тех людей, кто поздравляет? Что отвечать? Два мужика подрались, и как поздравить? Да притом битвы-то это и не было. Все это советская власть надумала. Никакой праздник нет. С чем поздравлять? Ничего нет. Безбожники. Главное, бандиты, которые царскую семью расстреляли, что было теперь первая победа. А когда сдали без всякой борьбы. Лишь бы силы все вовнутрь бросить-то. Вилл этим занимался. Ну и праздника никакого нет. Ничего не отвечать на это. А можно отметить, сказать, это не праздник. Люди, если они там стреляли друг в друга, какой праздник-то? Это маленькая незначительная битва, даже о ней многие не знают. Это условно. День победы даже и то Сталин не праздновал. Понимал, что за каждого немца пять с половиной русских заплатили. Это первая победа. Вот когда вышли на Ковлякову битву, было 400 тысяч войска. 360 на поле брони остались. То есть 9 десятых. Ну и что? Какая-то битва-то. А Тахтамыш пришел через 7 лет и полностью все разрушил. И Сергий Радонинский бежал. И келью его сожгли. Зачем она нужна была? Как Кутузов говорил Михаил Ильянович. Если бы император не понуждал, то Бородинского сражения не было бы. Земля расправилась с ними. А дорогой бы добили. Нет, тут сейчас надо победу. Ну ясно дело, те бьют, главное, на два километра ядра летят, а вот их на полтора. Ну они пушки поставили, для них шары-то даже не долетают. Ну, гибель. Я говорю, только сидеть надо, дело, говорит, отсидеться и уметь ждать. Кутузов Михаил Ильянович. У нас во многих ситуациях в жизни именно это не умеем ждать. А я знаю, что до конца мы не знаем, когда лучше и как лучше. Молчать всегда полезно. Молиться всегда полезно. Быть веселым, радостным всегда полезно. Как Павел пишет в послании к филиппистам, 13 раз, говорит, радуйтесь, а сам в тюрьме сидит. Вот нам пример. Так что никакого праздника нет, поздравлять не с чем и отмечать ничего не надо. Все. Спасибо, Христос. Вот брат Николай Астахов говорит, спрашивает вас. Прошу раскрыть только что прочитанную мысль Феофилактум. Зло есть ложь, равно как и наслаждение им, злом. То есть есть ложь. Почему зло равно лжи? И что такое наслаждение злом? Как это проявляется? Ну, в первую очередь в бойне. Война. А мы победили, а там лежат трупы. Свои и другие. Если чего-то хотели достать, но я их беру Камо. Это Джугашвили, когда заботились. Казаки сопровождают деньги. Они и казаков убили, и деньги утащили, и радовались. А Вилл, то есть Владимир Реженин, в это время он с деньгами метался, не знал как. Везде перекрыли, чтобы разменять их. Это кассу ограбили-то. И тоже радовались. Поэтому надо понимать, как наша радость от трудовых побед, у этот же самый человек Вилл говорил. Каких трудовые? Борьба с грехом. Борьба с ненавистью. Борьба с злопомнением. Леность. Не могу встать ночью помолиться. Вот с этим надо бороться. Что такое? Что-то старость. Какие-то слова нехорошие придумали. Она не угонится, если, говорит, и в старости свежие, плодовитые, сочные. Зачем бы Давид это писал? Значит, стонать не надо. У каждого своих болящих хватает. Помоги такому-то, скажи. Возблагодари Бога, что дал тебе возможность дожить до вечера, а с вечера до утра. Ночь дана не только отдыхать, но и для молитвы. Слезы даны не только для того, чтобы соринки вывозить, а чтобы возблагодарить Бога. То есть, смотрите, сколько всего в человеке, человек может прожить и не знать даже, для чего у него какие органы. Я как-то загадки. Мы едем вот дорогой в поезде-то, ну и заказываем. Вот у меня что-то в руке, отгадай. Ну, начинает гадать, живое, неживое. Вот, если зверь, я задумал просто не в кармане, а так, какой зверь. И вот можно два раза ошибиться, а остальное нет, полбушь, шалбанщик получишь. И вот здесь, я говорю, вот у меня в кармане что-то есть. Вот, а что это такое? У каждого человека это есть. Ну, человек старается от этого избавиться. А если у него этого нет, он платит даже деньги большие, чтобы иметь. Вот, отгадай, что это такое? Ну, и сидим, когда едем, там и ум-то занимаем. Это вот одна загадка была. А другая такая животным. Какое животное? Начинает там, ну там, какое оно, хищное, не хищное, какое цветом там. Человек-то сидит шестеро и отгадывает. И главное-то, что это животное не поддается дрессировке. У одних стариков были, они что-то не выводят этого животного. Вот, а когда пришли, она обоих съела. Вот, что это за животное такое? Спрашивает, где оно живет? В горах живет. Ну, и дальше по одному вопросу. Что это за зверь? Кто знает, тот не отвечает? Молчи! А то полбушалбальщик. Ну, и вот, что такое, что у человека, у каждого есть, а он старается избавиться от этого. А как если избавился, совсем нету, тогда плати деньги, чтобы было. Интересно? О, блин. О, точно. Очень интересно. Точно, точно. Иначе тогда все эти пылинки, все в легкие пролетает. А они, видишь, какие скользкие. И там все накапливается. Там волосинки, которые преграда. Это Бог так сделал. Видишь, какой рубильник впереди. Когда целуются, стараются боком сделать, чтобы нос на нос не попадал. Ну, вот и все. Игнатик, что такое? Следующий вопрос. Давай. Ну, насчет животного? Ну, насчет животного-то понятно. Я-то знаю ответ. Ну, ладно. Ну, давайте, говорите, что еще нужно ответить? Вот хотел вопрос, который, в принципе, можно задать только вам. Давай. Ну, вот, Игнатик, вы никогда не думали, а как нужно умереть так, чтобы посрамить врагов? Чтобы враги не могли посмеяться над смертью. Какая самая славная смерть, которая предусмотрена Господом? И вообще, должны ли мы стремиться к этой смерти или нет? Потому что ведь еще правильно жить, и еще правильно умереть хочется. Ну, это Чернышевский про это писал. Как он, Гаврилов еще? По порядочному. Вот я говорю, меня не обмывать. Это мне категорически запрещаю. Лицо закрыть. Ну, это такое. Самое лучшее умереть, конечно, достойно. А теперь готовится мне венец правды. Быть казненным. За слово Божие. Ну, это не важно, там, киллер будет послан или кто. Вот такое дело. А поэтому враги ничего не... Они будут придумывать все равно что-нибудь там. Но уже это никак. Это уже с того света будет свет падать. Вот сегодня на меня один вышел, бывший в лагере. Ну, большую такую записал я проповедь. И еще один, пятидесятник. Я говорю, говорит, вы насчитывали Златоуста. А Златоуста там места писания по-старковно-славянски. А как вы по-русски считали? Неужели на память знали? Я говорю, да. Так это же вся Библия там. Ну, Господь делает так. Я по диагонали считал. Вот какой человек. Я говорю, а вы-то давно в эту ересь попали-то? Его как-то затронуло немного. А потом разговорились. Я говорю, ты давай присоединяйся к нашей группе. Вы не церковь. Умрешь и куда душа пойдет? Помолиться некому будет за еретика. Сегодня такие интересные встречи были. А этот, который там о войне, воевать надо. Это мальчик в лагере был. А его отец привозил с Москвы, кажется. С женой-то он развелся. А теперь парень-то вырос. Уже, ну, настоящий парень-то. И где-то все насчитался, насчитался, что воевать надо. Что сказало государство долг отдать. Нету государства долга. Государство, это не скамейка какая-то. Это люди. И мы ничем не должны им. Ну, я ему все подробно объясняю. А он берет. Я говорю, ты понимаешь, вот ты увяз в это ведро блевотины принес. И каждое слово извращено это. Когда был в церкви, то не можно припомнить. Ну, вот и все. Я уж не говорю о причастии. Мертвая душа. Вырос в кого ты? Тебе это навоевать надо? Да нет. Я вижу, что ты клонишь к чему. Ты пойдешь туда. Взявший меч от меча погибнет. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Откровение 13.10. Что непонятно? Так что, Тимоша, готовься. Одна пулька и на той стороне. Он опять отказывается и опять. Вот святые отцы, говорили Августин. Нас Господь будет судить не по Августину, не по Златоусту, а будет судить по слову своему 12.48. Слово, которое я говорил, Иоанна, оно будет судить нас. Ну, вроде я его маленько это утишь, а он опять. Ну, ладно, думаю, последняя встреча. Рад церковь не ходишь ты никакой. Тебе ничего этого не надо. Тебе надо угождать. Угождай, иди. На тебя там найдутся ухари. Вот так вот я пробрал сколько мог. Я выставлю ролик записанный. Ну, все. Слушаю дальше. Мы когда ездили, и через Чечню раза три, так меня упрекали. Вы хотите быть мучеником? Это мы уж все знаем-то. А молодых-то зачем берете с собой? А они нас в Чечне встретили, как родных братьев. И у меня, вот, я всем, женщинам всем благоздаренный в досталь. Кабачев там, это, картинки ему, наверное, Виктор Николаевич Савченко дал-то. И там как раз, вот, вторая строчка, эти чеченки стоят, и я среди них. В Грозном. Ну, вот и все. Мы в поездках своей разрушили эти мнения. Они только голову режут. Ничуть не бывало. Мы никому не режем, как Коста-Рика. Полностью армия расформирована. Договор с соседними государствами. Если на нас кто нападает, вы воюете, а нас не трожьте. Игнатихович, а как вы относитесь к Ахмату Кадырову? Повтори, к кому? К отцу Рамзана Кадырова, Ахмату Кадырову. Которого взорвали-то? Да. Ну, понимаешь, трудно сказать. Потому что он умирает. Вместе с ним там полковник был, руководитель. Его подорвали. Кто сделал, свои или чужие? Вопрос. Вот вопрос, они решены где-то. Я не могу ответить это, потому что не знаю. Ну, а его везде он прославляет, как есть. Это его отец. Он воевал. Все воевали, и я воевал с русскими. Но Ахмат-то грамотный человек. Он его народ любил. Его везде там названия, там улиц, портреты. Везде этот Рамзан Ахматович Кадыров ставит. Ну, я молюсь каждый день. Это же он, по сути-то, изменил-то позицию. Он-то перешел на другую сторону. Можно сказать, на нем это все. Да. Даже не на... Рамзан просто продолжил его дело. Ни взрывов, ничего нету. У него, говорит, подпольных тюрьма несколько у Рамзана. И когда европейские там приехали специально, он их перекинул в другое место. А которые взял, которых нельзя. За рубежом они воюют против. И он арестовал всех родных. И как только вы тронете, все будут казнены. И все замолкли. А у него выхода другого нету. Ну, я не знаю. У него есть герои. У меня и письменная благодарность от него, от его администрации. Я каждый день его упоминаю в молитве. Просто какое дело они сделали? Сколько крови остановили? Это действительно герои? Да, 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 да. Ну, а те-то, которые... Ну, трепачи-то. Они ничего же не могут сделать-то. Вот сейчас обвиняют Путину. Убил этого Навального. Навальный это... Ну, какой, говорит, нечистый человек-то. Вот этот Риттер-то выступает. Об этом говорит. Как раз. Он ничего не имеет. Что хотел, то получил. Я об этом ответил в одном ролике. То есть с Виталием Калиниковым беседую. Мы не должны бояться этого. Нам это открыто. Да, Господь дал этого правителя. Что интересно, Рамзан Ахматович, когда хотели поставить президентом, он говорит, у нас закон с 30-летняя, а мне только 27. Да ну же. А ты же... Он сказал, нет, я за это время университет кончу, все как надо. Подумаю, генерала присвоили, героя, ну и прочее. И он везде, где бывает, смотришь, то на велосипеде едет, то и охрана такая. Я у него во дворе был, где он работает. Ну, вот так. Еще один вопрос. Давай. Вот как надо сейчас, по вашему мнению, поступить в Украине в данный момент? Сложить оружие, собраться и сказать так и так. Нацизмом покончено, гнать не будут. Полная капитуляция, безоговорочная капитуляция. Ну, как в Германии это было, так и это. А ему уже там отказывает кое-кто. Другого выхода нету. Войска не выведут. А если бы они сразу прислушались, ну, там заменили кого надо, то больше бы этого не было. В ООН, я это, в ООН говорю, не вступать в НАТО. Зачем под самой границей, говорит, ракеты? Я слышал такое, насколько достоверно. Американцы запускают космос с ядерным оружием. Что бы все время баражировали. Не знаю, насколько это достоверно. Но остальное это вот так, как делают. Только сдаться. Я об этом говорил уже. Другого нет. Он никакой. Порошенко там заткнули. А Порошенко проще было договариваться. Ну, вот так. Ну, вы как-то видите, есть такая перспектива, что так поступит или нет? Не знаю. Я не Жириновский. Жириновский говорил то и другое. Сто страна исчезнет. Я не знаю. Не знаю. Мы молимся о том, чтобы наступило по воле Божией. По воле. Эпиграфом ко всем разговорам. А в Украине у меня Иеремия 4810. Они заразили ересью все в России. Вот эти попы не крестят, бритые. Такие толстомордые. Это все оттуда. Ну, и вот такая война. Это в этом мече нельзя остановить. Иначе ты тоже будешь проклят. Мы, конечно, молимся о том, чтобы не убивали друг друга. Я не знаю, что они так об Авдеевке обрадовались. Говорят, Харьков трогают. Мы-то знаем только то, что литературу передают, когда. Надо, конечно, мир, чтобы был. Но мир не может быть. Потому что они злодействуют, злодеи, злодейские. Избрали президента клоуна. Ну, еще он может сделать. Там есть одна у него такая выходка, когда он еще, наверное, только думали его избирать. Он, изберите меня. А, сам пьяный как будто президентом. В три раза больше зарплату дам. А потом вот так наклонился. Вот вам они зарплата. Он уже программу свою высказал. Тоже Владимир. А я слушал, когда я инаугурация была. Я только прошептал про себя уже тут и говорил. Бедная Украина. Что они сделали? Кого они избрали? Потому что он совершенно ситуацией не распоряжается. Неверующий человек. Но еще для Израиля он бы, может, годился где-то с Хамасом на задворках. А здесь нет. Никак. Ему и свои-то там уважение небольшое оказывают. Что сравнивать с российским-то? Это полковник. В органах работал. Работал. И здесь уже 22, что ли, год или 24. У него, говорит, в библиотеке видели мои книги, показывали. Ну, все. Никого нет больше вопросов-то? Наверное, молиться надо? Да, Игнат Тихонович, тогда назначайте, раз Никого нет. Хорошо. Никого нет больше ответили, что могли. Так. Сейчас мы тут разберемся. Мне надо сдвинуть с места. Так, так. Антоний Ермолин здесь? Здесь, Игнат Тихонович. Ну, хорошо. Вы знаете, кто-то пропоют, они что-то достойно или что. И потом своими словами, с большой верой произнесите молитву. В конце прославьте Святую Троицу и громко аминь. Повторяю, кто аминь говорит, это значит, он соглашается с этой молитвой. Она как наша делается. Итак, во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть я, кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения сиротин, и застрения Бога слава росшую, сущую Богородицу Тя величай. Господи, я благодарю Тебя за день сегодняшний, за все милости и щедроты, за все испытания, которые Ты не спосылаешь нам. Дай, Господи, все это принимать с великой радостью. За учителей наших, за наставника нашего Игнатия Тихоновича, за то, что мы можем в мире изучать Слово Божие. Дай, Господи, нам сил уразуметь эти слова Писания и исполнять их, Господи. Стижать благодать Духа Святаго и направлять стопы Своей к Царствию Небесному. Помоги нам, Господи. И мы воспеваем великолепое и счестное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос. Запись идет. Да, да. Аминь.